Полтора года назад я создал свой телеграм-канал, никогда у меня такого опыта не было, создал его потому, что у меня слишком много накопилось информации, которой я хочу делиться. Причем делиться абсолютно безвозмездно, и я там не рассказываю какие-то там автоследования или какие-то спекулятивные идеи, рассказы надо покупать, надо продавать, нет ни в коем случае. Я там рассказываю о экономике моими глазами и о финансах моими глазами, вот, и я там рассказываю о каких-то жизненных ситуациях, да, там вот принципы своей семьи рассказываю, либо про инвестиционные монеты, вот когда я Георгия Победоносца там покупал, потом он на них в два раза заработал, то есть вот говорю, ребят, вот обратите внимание, что вот такие вот как бы есть вещи, да, вот, а принципы нашей семьи, да, мы с Натальей их сформировали давно, и это один из этапов, из-за которых мы вот пришли там к нашему успеху и к нашему семейному благополучию, да. Принципы на самом деле очень простые, вот, первый из принципов мы договорились, что у нас есть семейный совет, где бы я не находился там в Лондоне, в Тель-Авиве, в Москве, где-то что-то еще, я прилетаю и мы раз в месяц с Натальей разговариваем, то есть мы обсуждаем наши планы, мы обсуждаем там прошедший месяц, мы обсуждаем нашу стратегию нашей семьи. На семейном совете мы обсуждаем все крупные затраты, которые мы несем и все, что мы собираемся делать дальше, где там нашу дочь учить, что-то еще. Второй принцип мы выработали благодаря Наталье, потому что я какое-то время подтрунивал над ее доходами, то есть я же зарабатывал агегей, я говорю, а, Наташка, типа, ты это. Вот, и принцип это мы ввели такой, что мы всегда трепетно и объективно относимся к доходам каждого из нас, то есть есть разные этапы жизни, да, когда там муж очень много зарабатывает, потом у мужа может черный лебедь прилететь, и в это время уже начать нормализовалась. То есть мы всегда адекватно относимся к доходам друг друга, вот, и никогда ни над кем не патруниваем, мы там палки в колеса не вставляем и не пытаемся за счет друг друга как-то, знаете, возвыситься, да, что называется, то есть мы относимся друг к другу как к партнерам в плане заработка денег. Потом принцип, который мы тоже с ней приняли в оборот, связан с ребенком. Есть такое правило, оно есть во всех странах, оно звучит так, что каждое четвертое поколение ходит в простой рубашке. В чем заключается смысл этого правила? Первое поколение тяжело работает в жизни. Они работают в полях, на заводах, они зарабатывают первоначальный капитал, они очень тяжело работают. Второе поколение в семье, оно учится, сохраняет этот капитал, очень много тратит время на образование, и на сохранение капитала, совершенно не уделяя внимания своим детям, которые у них родились. Их детей воспитывают нянечки, гувернантки и в каких-то элитных швейцарских пансионатах. И потом, когда приходит момент передачи капитала третьему поколению, третье поколение с удовольствием берет этот капитал и весь, говоря русским языком, просирает. Ну, вот так вот это происходит, и это на самом деле в циклами всегда. И четвертое поколение, которое рождается у третьего поколения, опять идет на завод, куда-то еще, куда-то еще, и тяжело в полях работает. То есть, есть такой замечательный финансовый советник Джон Хьюз, который написал книгу «Богатство семьи», где он вот эти вот вещи все раскрывает. Россия – это очень-очень молодая страна, на самом деле. То есть, у нас еще даже первое поколение не может сохранить тот капитал, который мы заработали. Но рано или поздно мы к этому подойдем, и третье поколение на самом деле уже родилось. И если люди сейчас не задумаются о том, что нужно инвестировать не только в акции, но и в своих детей прежде всего, и с детьми нужно очень много проводить время самим, объяснять им, работать, что-то еще, их дети все потеряют. И их правнуки точно так же пойдут в поля на заводы и дальше вот так пойдут работать. То есть, я даже на свою дикую загрузку, которая у меня в жизни существует, я всегда провожу время с дочерью, именно с точки зрения ее воспитания, у нее финансовой грамотности. То есть, она когда была совсем маленькая, я ей читал Forbes, я вам честно скажу. Не знаю, насколько это положительно или отрицательно, и я всегда рассказываю про деньги, рассказываю какие-то базовые принципы. То есть, мы даже мультики смотрели, там есть серии смешариков про финансовую азбуку, то есть, можно рассмотреть разные мультики, но есть мультики про финансовую азбуку. Где-то свинки Пеппы там что-то про деньги рассуждают, говорю, вот Соф, обрати внимание, вот там вот свинка Пеппа это сделала потому что, и объясняю ей, почему она это сделала, это очень важно. Иногда даже такие моменты забавные случаются, мы с дочерью там, не помню, летом гуляли в парке, и она мне говорит, пап, слушай, ну ты вот такой там успешный и все у тебя хорошо получается, а вот какие вообще принципы почему-то стал успешным. Я начинаю ей рассказывать, говорю, знаешь, доченька, ну вот я вот инвестициями занимаюсь, в инвестициях самым главным нужно быть жадным и трусливым, и в этот момент я как-то осекаюсь, думаю, боже, что я говорю своему ребенку, как в смысле жадным и трусливым, а это на самом деле два принципа для того, чтобы долго-долго выживать на рынке. Ты должен быть трусом, то есть, ты не должен лезть ни в какие высокорискованные операции, должен быть жадиной, и тогда у тебя все получится. А как это объяснить пяти-шестилетнему ребенку-то? Они же наоборот, ну там надо со всеми делиться, там что-то еще, и, например, когда ты трусливый, ты же наоборот должен быть смелый, ты должен там заступаться за всех. И ты знаешь, я так и не нашел, как вот ребенку объяснить, что в реальной жизни жадность это плохо, а в инвестициях жадность это хорошо. Так же, как и трусость. Хотя с другой стороны, вот мы как с Натальей, она вот говорит, мы можем быть жадным, а можно быть рачительным. Вот, Наталья говорит, надо быть не жадным, а рачительным. То есть, надо деньги считать все-таки, тогда вот все получится. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова